здравствуйте подписчики и гости канала про икея все-таки все-таки на третий раз все-таки мы смогли сможем сейчас для вас сделать обзор 2 новый новый с 3 до мы уже четвертый раз к этой мебели подходили то первый раз до конца выставку не сделали второй раз подходили что-то не меняли третий раз подходили сняли но у нас не получилось по звуку все четвертый раз последний больше не подойдем зато смотри как красиво сделано это было до этого раскидно сейчас серия лама полностью во всем цвете а перемещаться будем сначала работают в этой локации потом рядом с димой и избегаем в отдел письменных столов и так линейка ламарку это у нас дизайнер фрэнсис кей от господи язык просто сломаешь матовые поверхности и характерные классические детали данную мебель ребят на самом деле делают мебелью вне времени ценник скажу сразу адекватный примерно ценник как у леоторпа но прежде чем мы с вами перейдем к рассматриванию я хочу вам показать всю серию в бумажном виде потому что многие как говорят а их помогает им собрать мозг в кучу про красивый белье и отвлекать я уже в новинках все ламарк серия для гостиной у нас стеллаж светло-бежевый темно-синий зеленый цвет отпадный просто так я только настройку дергаешь давай стеллаж цвет цена размер отлично шкаф цвет цена размер превосходно тумба под тв размер цвет размер цена цвет вид карауч сейчас самолетик сделаю в общем вот он весь визуал один два три четыре пять позиций каждый по два цвета спасибо что вы посмотрели наш канал пойдем уже а мы же не рассказали кто мы и что мы потому что если человек первый раз окажется немножко саму рекламу ребята во первых он скажет а что эти чудики еще про икей это рассказывает почему друзья мы просили татьяна и дмитрий и руки про икей это значит просили икея и просили про икея а мы являемся действующей службы доставки работаем и в городе саранск уже 11 лет в апреле 2021 года нам исполнится 11 лет официально до этого мы тоже начинали работать еще неофициально возим икею два раза в неделю офис находится на большевистской 85 поэтому обращайтесь квалифицированные менеджеры все помогут и расскажут и ключевое для клиентов города саранска наши консультации мои и зимины совершенно бесплатно тогда как полноценные консультации для других городов когда вы не являетесь нашими клиентами стоит денег почему потому что любое время должно цениться а если вы из другого города и вы хотите купить тот или на предмет которые нет в вашей ки но есть нижегородской мы можем вам помочь иметь это ввиду а еще мы знаем маленькие всякие хитрости как переместить товар из одного магазина в другой как этот текст запоминает работаем работы так шкаф стеклянными дверцами ламарк 86 на 199 блин один сантиметр на двух метров то сделать не могли вообще очень напоминает не бабушкин сервант а называлась она у бабушки стенка горка это на урале было давай смотреть что у нас здесь сразу доводчики плавное закрывание все педали роскошь в каждом движении скажем зачем я кихо лива фу-фу-фу не будут мне туда последнее время икея не любит посредников а мы их тут хвалим так давай разбираться но по лаконичный дизайн я уже сказала первых хочу отметить ручки очень шикарно смотрит ребята такая знаете вот классика вне времени если как я говорю вкладываться то вкладываться в хорошую место ненадолго берете теперь давай разбираться дальше комплект входят две полки что меня радует полку можно перемещать исходя из вашей потребности дальше димочка пойдем покажем получу очень аккуратно обработанные отверстия для перемещения полок а если еще заглушечками были закрыты вообще-то цены не было полок 2 полки с декоративной окантовкой окантовка у нас пластиковая а так съемный полки стеклянные дверцы бла-бла-бла 2 в общем все это двп и полиэфирная краска именно полиэфирная краска дает вот этот бархатистый матовый эффект что еще отличить какая еще отличительная особенность у данной линейки вот если говорить про шкаф боковые стекла это дает воздушность мебели навсегда смотрится по-другому дальше задняя стенка ну казалось бы ну какого леха задняя стенка какая бы она ни была она все равно задние нет на самом деле если мы скоро используем данный шкаф как посудный и плюс еще у нас боковые открытые стекла это задняя стенка дает ну знаешь такую законченность изюминку мебели вот уникальность в чем данной линейки ламар в акцентах которые здесь очень точно расставлены дальше цоколь сады как он интересно сделан то есть это как будто шапочка какая-то одета на шкафчик то есть у этого цоколя тоже дополнительная изюминка есть плюс очень красивые вырезы то есть мне честно серия нравится я не знаю как она будет в эксплуатации а клиенты заказывали письменные столы несколько раз заказывали тумбочки вот эти вот по моему но пока нареканий нет по сборке все отлично вот эти вырезы они присутствуют везде на всех дверцах то есть везде где есть дверка этот вырез присутствует он дает органичность то есть мебель более объемная воздушно такой щелчка будто какую-то греческую или римскую рамку это колонну снимаешь условно фазировка можно так сказать так теперь смотрим дальше внутри уже нет этой красоты ну а смысл да если это все равно закрыто внутри две полки каждая полка оснащена вот такими стопорками чтобы когда дверка даже здорово ркм резиновый буфер резиновый буфер дадима всегда говорит по умному я говорю по простому и пока не отходят кассы смотрите перефорация ровно идет от верха до низа тем самым давая возможность гибко регулировать высоту полки и еще что очень меня радует данная серия на ножках причем ножки смотрится так как будто это отдельно стоящий цоколь то есть вот такой вот живой классический шкафчик облизали дальше не буду переходим к следующему предмету это тумба под тв размер 159 45 на 81 81 высота можно использовать как тумбу под тв 5 она под это заточена не хотите тумбу под тв велкам используйте по другому назначению давай разбираться здесь у нас делай 1 делай 2 даже здесь доводчики так значит давай смотреть 1 2 3 4 5 6 7 8 полок для хранения и 9 ящик я боюсь лишь что сказать нижнюю полку я увижу по верхним отверстием наверное можно будет смонтировать нижний выдвигая это выдвижной ящик можно сделать нет потому что смотрю отверстие есть но по логике наверно можно но а смотри так не продирайте как бы не логическому размышлению потому что я ее мебель пирасов я не смотрел по инструкции по сборке ничего три иди сюда вот у ящиков дно механизм ходовки крепится к дну шкафчика поэтому если ты ее хочешь допустим переместить то нужна будет полка внизу поэтому вряд ли можно поменять конструктив если только как ты говоришь за колхозить ну значит только регулируется полочкой просто чуть-чуть по высоте да и все вы движет смотри а так как это тумба под тв есть отверстие скошенные отверстия то есть сквозные отверстия этого дырочка и здесь скошный то есть все провода можно подвести вывести так как вам удобно если мы говорим про расположение каких-то колонок техники а значит дальше в каждой по за каждой дверцы прячется по 3 закрытых полки вы используете вы уже куда хотите но от доводчиков я кайфует ребят реально у сладо слуху дверцы точно такие же как у большого серванта 30 но доводчики я грешу идут от пакс не знаю они очень похожи не сравнил еще покажу вот где вот а или кухонный полутань ни один утру что не похожи вот за счет вот это пластик участие вот вот он который делает она похожи на петлю нам у пакса распашную дверь и на метод но петли достойные вот одну могу сказать если не заморачиваться все-таки учитывая что нас очень много девочек смотрит девочек начали грузить петлями хотя стопроцентно что-нибудь напишет девочки петлями тоже интересуется так дальше стеллаж а ламар 65 на 199 светло-бежевые синим сейчас покажем на примере шкафчиком 1 2 3 4 5 полок красивый декоративный цоколь вы понимаете когда линейка в одном стиле то все эти моменты соблюдены пластиковая кромка по всему стеллажу то стеллаж такой облагороженный очень красиво эстетично смотрится из моментов вот смотри глубина у него очень интересная максимальная нагрузка на полку 18 килограмм глубина 34 но не знаю никому не красивым две книжки не воткнешь а для одного ряда книг очень много свободного места остается меня очень смущает разность толщин между комодом тумбы под тв глубиной ты имеешь ввиду да ну да во первых если и оставить вместе как едино композицию идет разность толщины тут или надо делать одинаковую или там отступать соответственно такая же история со стеллажом такое чувство что стеллаж должен стоять вообще как отдельно да вид в комнате в другой части вот этот момент ребят учтите потому что эстетика вот здесь уже теряется либо на дизайнеры решили так потому что смотрите здесь все везде закругленные закругленные фасады закругленные цоколи столешницу закругленной то есть скорее всего данные предметы мебели стоят по отдельности по комнате не стыкуясь рядом вот моя логика такая два серванта по бокам а в средине тумбы под тв но это тумбы надо будет чуть-чуть выдвинуть чтобы соблюсти какую-то либо симметрию но да потому что вот тут час асимметрия полная тут как это как порогу ты дадут пошли синий показывать вот этот самый мой любимый цвет в кей боюсь что фотоаппарат не передаст то красоты то красоту красоты красота красота красавица свет в живую огонь наверно мы даже вот именно такую купим в таком я думаю что да мне очень нравится значит у нас данный предмет называется шкаф 102 на 101 цена 20000 сейчас я скажу что у нас по глубине максимальная нагрузка на полку 23 килограмма на ящик 25 глубина 50 сантиметров то есть классика у икеи а ты где бета по три полки в каждом отделении одна полка является ребром жесткости и дополнительным декоративным цоколем под ним прячется ящик а если там ребра жесткость усилители есть h2 отлично достать не смогу потому что крепеж точно такой же донный то есть вот сам крепеж рельс на которых по которым ездить ящик закреплен за дом я предполагаю крепление идет как у пакса а как у других ящиков комплиментов до выдвижны до до ручки вы как уже заметили идут миксовые то есть круглые именно с подвесными так ну что пошли к столу цвет вообще привод с этой страны у смотрится более в зеленый оттенок да если я поменяю угол обзора вот от 1 с этой страны он же немножко синий можно его купим не честно пошли пандула строится вообще цвет вообще так про письменный стол и ламарк мы рассказывали в каком-то обзоре новинок это по-моему был гибать либо централь за данное время их уже несколько раз купили в наличии кстати зеленого нет цвета бежевая только у нас наличие люди дима ловит их по россии ловят стоит 11000 размер 90 на 54 а может это искусственный ажиотаж так делают а может быть искусственный ажиотаж высота 90 сантиметров кстати это один из высоких столов у икеи ну учитывать сбоку ширина ящика ящик внутренний размер 55 на 35 и максимальная нагрузка 7 килограмм имейте это ввиду я сижу сейчас на стульчике милерберг за 6 300 подорожал за разу от 300 рублей и на максимальной высоте мне хватает места подъехать чем хорош стол нет необходимости то есть вот как раз соприкосновение со столом и ручка больше мне не хочется двигаться потому что например наш любимый маркус я на нем не доезжаю и у меня остается пространство теперь давай разбирать вы печь как зацепилась те же красивые вырезы покажи пожалуйста из внутри вот то что там прячется то есть вы спокойно можете подвести все провода там есть специальный карман и сейчас дим переместиться сюда сверху вниз вот такая вот планочка который все это прячет просто когда дима это увидел он пищал от восторга говоря что наконец-то это спрятали ну это как бы далеки не новинка и не ноу-хау есть такое же решение на белом столе название понимали понимаем но мы ронтур снимали алексе вы че-то да-да-да-да-да в общем все провода спрятаны что не может не радовать а стол все-таки не сильно большой кстати девочки можно использовать данный стол как а стол для макияжа как туалет но больше все он макияжу потому что я не представляю допустим хорошо не стационарный компьютер ноутбук да он считай практически половину рабочего места займет а где же работать тогда с бумагами это вот как у меня блокнот и ноутбук то есть это максимум то есть небольшой знаешь что напоминает а восемнадцать девятнадцать семь лет восемнадцать девятнадцатый я когда дамы очень много писали стихи бюро такое да для написания письма более ну я думаю для бумажек скорее всего такой что по-быстрому сделать ящичек про хоккей кто-то книжечку оставил то в своем понимании это не рабочий рабочий стол должен минимум метр двадцать даже больше полтора миллиона то есть это больше такой вот декоративный дамский стол и очень интересно выглядит так ну чё пошел все по линейке ламарта сказали все что представлено да но она вся 4 получается 1 2 3 4 5 предметов два цвета я очень рад что ки начала немножко уходить в такую изысканность от минимализма от кубизма вот этого да вот до кубики на кубики простые кубики видно стиль видно характер мебели мне это очень нравится и симпатизирует я тоже дошла косяк точно хвалить хвалит вот твоя зелень и зеленуха кто-то планета но это твой ногтю нет смотри мои ногти следов не оставляют а если оставляет они стираются а это прям глубокая целенаправленно поэтому я бы здесь рекомендовал дим подстилку а как ты думаешь вот сюда из кожзам с металлической основы подойдет почему мне кажется нет я сейчас посмотрю есть она где-нибудь нас есть вот вот там лежит они тут пластик а есть вот сейчас как раз давайте проэкспериментируем пока у нас время есть и у нас смотрите кстати наша уже вся облезла нет день доль попробую тоже пробую я же телевизор совершенно немножко не хватает слушать на джинута иногда иногда но просто пластик для этого стола он как не очень смотрится ну да ты здесь прав пластиковая подстилка здесь будет удешевлять данный стол поэтому если вы боитесь что вы его поцарапаете раздерете или там что или дети поцарапают лучше не берете что на самом деле очень изящный красиво смотрится а так по линейке у нас все кто уже купил является счастливым обладателем рассказываете как она делитесь пожалуйста потравить и дмитрий юрьевичу душу но не мне вы потравите душу те подписчикам и зрителям канала которые собираются только купить но и ты отзывы почитаешь что уже решишь наверное ой сколько вас новинок ждет сколько вас новинок ждет но ольга и белья логином анимать это будем теперь уже завтра дали бы завтра либо в пятницу так ну что стандартные действия для ютуба лайк дизлайк это же надо к и самое главное ребят подписка от вас одно действие а для нас это целая мотивация мы уже говорили не альшим это реально мотивирует потому что канал у нас творческий это не то что кормит нашу семью мы являемся еще и сетевыми предпринимателями но большинство это уже познакомиться с нами кстати ребят я очень хочу отметить такую тему вот когда мы пишем влоги и вы в принципе просите это делать вам интересно наблюдать за нашей жизнью вы поймите что мы такие какие есть это наша жизнь это наша жизнь из меня нельзя убрать химик азатыру потому что я имею химическое образование из димы нельзя убрать строителей он вот до каждого вот а вот какое расхождение здесь это мы мы просим и еще мы являемся экспертами в разных сферах поэтому если вам нравится то что мы даем вы смотрите присоединяйтесь мы всегда рады делиться неужели вам не интересно посмотреть жизнь сетевика но мы вообще не только сетевики мы предприниматели линейного бизнеса и сетевики еще youtube-блогеры мы такой знаете объемный куб под названием просили вот ладно все тему закрыли хейтеры мы вас обожаем вылаз был очень мы вас было чем мы обожаем просто имейте ввиду а кто хочет реабилитироваться и выйти из балкировки балл надо 500 рублей ты решил на хейтерах денег заработать но почему добрый человек ладно не суть просто имейте ввиду когда вы шибко хамите перегибайте палку так как все таки ну скажем так это наш домик и вы являетесь нашими гостями и мы делаем для вас несем пользу не обижайтесь что мы вас блочим и удаляем это правильно а первый признак то что вы заблокированы под вашим комментариям нет лайков и наши сердечки и нету ответных сообщений просто подумайте мы не голову сейчас не пугаем не хотим настроить не негатив ребят ситуация меняется жизнь меняется сегодня вы фукнули а завтра вам нужна наша помощь либо помощь подписчиков а вы не можете написать вас никто не видит поэтому но я не знаю где вот по чесноку я когда смотрю канал какую-то информацию и если мне что-то не нравится я перехожу дальше и никогда не пишу комментарии столько хорошие в плане того что ну бред и они классно ребят сделали это максимум потому что люди старались люди делали тратили силы время и энергии как и мы не только физически тратим время морально пойдем детскую серию с ними пожалуйста все пока